А вот что касается кадров, вот здесь мне хотелось бы, слушая вот сейчас вас, у меня возникла такая вот идея. Дело в том, что, наверное, я не буду здесь первооткрывательной, если скажу, что самый тяжелый вопрос в рекламных агентствах, просто в агентствах, фирмах, это менеджеры. Что касается рекламы, это менеджеры-продажники, так называемые, то есть те люди, которые продают услугу рекламную. Это самая большая проблема, которая есть у нас на сегодня. И даже, ну будем говорить, в принципе, это главная проблема, потому что на ней все зиждется. Потому что все равно, как бы ни связались бюджеты, все равно рекламодатели, клиенты на рынке есть. Как их найти? Для этого нужен опытный, умный, ну будем говорить, более или менее постоянный менеджер по продажам в агентстве. Мы столкнулись с этой проблемой уже давно и по-разному пытались ее решать. Более того, я участвовала в программе «Центр занятости», когда «Центр занятости» выделял деньги для безработных, для переориентации и готовили из них менеджеров. Это было в институте, я там как бы читала как раз в этой программе курс лекций по рекламе, и моя задача была, естественно, не заработать на этом, потому что это были копейки, а задача была присмотреть себе менеджера. Ради этого, в общем-то, я в эту программу попыталась попасть для того, чтобы увидеть этих людей. Ну что я вам хочу сказать, что, ну практически мы ничего оттуда не получили. Мы получили, по-моему, из четырех групп по 40 человек, мы получили, обратите внимание, какие огромные группы. То есть группы шли постоянно, набирались, набирались, набирались. «Центр занятости» их обучал, куда они потом делись, никто не понял. То есть они рассосались. Ну, конечно, может, они все кинулись к моим конкурентам, я очень сомневаюсь. Был у нас опыт и другой. И вот теперь, вот думая об этом, мы говорим о том, что если бы вот сейчас те же институты, та же молодежь, ведь к нам постоянно обращаются, возьмите на практику. Ну, на практику они не приходят. Они или приходят, приносят бумажку и потом никогда больше не появляются, вот, либо вообще даже не приносят бумажку, в сентябре приходят, говорят, а поставьте мне печать, как будто я у вас буду. Я с этим борюсь постоянно, то есть мы вообще на это не идем. Я тем самым пытаюсь получить этих студентов. Это бесполезно. Значит, был у нас и другой опыт работы вот в Ремаркет. Мы набирали, не знаю, там, Яна, может, помнит это, или это было не тогда, когда она у нас работала, но мы набирали группы, давали объявления, люди платили деньги. Я понимаю, что для нынешней ситуации, когда никто ничего не хочет платить, это... Но есть, в конце концов, возможно, поддержка какая-то. Вот если бы эту поддержку оказали, то тогда, там, понятно, что Максим Рубан бы на этом деле не озолотился, но, во всяком случае, он бы не бесплатно этим занимался, а мы бы все могли получить. И что мы делали? Мы набирали группу из 10 человек. И в течение месяца, ну, не подготовленные, естественно, а просто люди, которые работают у меня. Начальники отделов читали. Три раза в неделю у нас были занятия. Они читали свой курс. То есть один рассказывал о визитках, другой рассказывал о счетах, а в третий рассказывал о вывесках. Месяц эти люди вот в таком режиме три раза в неделю по 3-4 часа они у нас сидели, занимались. Все это, естественно, я своим людям за это ничего не платила еще, чего хотели. Все от этого стонали, но задача была главная. Мы должны получить менеджера. Вот от этого отдача была. Почему? Потому что, во-первых, мы день и ночь говорили исключительно, им не читали, вот как в институте. Ну, понятно, что за те деньги, что платит центр занятости, институт хотел дать и баланс, и бухгалтерию, и так далее, и так далее. Мы готовили людей, вот даже не менеджера, мы готовили агента по рекламе. То есть твоя задача. Вот изделие, вот телефон, вот компьютер, ты должен это продать. У меня осталось достаточно много людей работать, значит, для того, чтобы человек понял, что он не просто будет слушать и потом пойдет. Ну что, ну да, я заплатил деньги, что я с этого получил? Мы сделали следующим образом, это уже по ходу мы там пытались. На предпоследнем занятии, по-моему, за одно или за два занятия до конца вот этого курса, мы пригласили на занятия директоров рекламных агентств конкурирующих фирм. Все сказали, что я сошла с ума, потому что я вот их учила, учила, а теперь их все заберу. Но задача была какая? Ну, во-первых, эти люди понимали, что они не останутся без работы, это было главное. И человеку это было важно, что за те деньги, что он заплатил, он получил не только, ну, какую-то дополнительную, ну, я не могу сказать, профессия эта была слишком громкая, ну, некий навык, которому он сможет зарабатывать деньги. Но еще ему и сказали, пожалуйста, тебе не нравится ремарка, ради бога, пожалуйста, ты можешь выбрать. Директора очень заинтересовались, потому что они ничего при этом не теряли и не тратили. Они с удовольствием приходили, и каждая ей говорила, вот рассказывайте что угодно, хоть можете здесь на показ писать. То есть люди приходили и говорили, а вот мое агентство, оно там вот такое раз такое, я вот столько буду платить. И там люди там, ну, в этот момент говорили, даймера поди к нему. На последнем занятии все заполнили анкеты, где было четко написано, я выбрал такое-то агентство. То есть для того, что я скажу, без всякой обиды, мне абсолютно, мы с вас получили за это деньги, поэтому обиды никакой, мы на этом еще и заработали, честно говоря, поэтому скажите, куда вы идете. Ну, я вам скажу, из двух, по-моему, у нас было две полные группы по 10 человек, и одна была группа «Токачев-7». Ну, вот из тех двух групп у нас два человека открыли собственное рекламное агентство тут же, то есть послушав, они сказали, вы не обидитесь, если мы откроем, мы сказали, ради бога, мы будем только счастливы. Почему? Потому что, ну, будем говорить, если ты открываешь агентство и будешь делать визитки, а к тебе обратятся за счетами, ну, куда же ты пойдешь, зачем же тебе кто-то, когда ты знаешь Марину Ивановну, ты, конечно, прибежишь к ней. Так и получилось, работали с нами очень трудно. Человек, наверное, 4 осталось у нас, остальные разошлись по адресу. Был даже случай, когда люди походили, к нам возвращались. Ну, мы этих людей не потеряли, мы их научили, и они стали, ну, хотя бы они в нашей области где-то как-то там вращались. Ну, естественно, было там, ну, порядка, ну, может, процента 2, когда люди просто, ну, передумали вообще работать. Там, там, домохозяйка, которая просто хотела развлечься таким путем, ну, и господинка. Вот теперь, я думаю, что, может быть, ну, на ваше обсуждение, потому что, я не знаю, может быть, у вас нет таких проблем, может быть, стоило вернуться и вот в этой программе, и вот в вершине того, о чем говорите вы, когда те же институты, колледжи, которые готовят специалистов, ну, больше для нас, имеющих отношение, естественно, менеджерского состава, может быть, они были бы заинтересованы. Не в том, чтобы просто готовить, давать теоретическую базу. Знаете, это вот к вопросу, расскажите какую-нибудь историю. Знаете, когда приходит выпуск книги конститута, он закончил 5 лет учиться, он депланированный специалист, менеджер по рекламе. Он приходит, пишет заявление и говорит, а те вы мне сюда возьмете? Я говорю, ну, конечно, директор. Ну, в принципе, то есть я готова, если ты завтра готовь, сесть в мое кресло. Я буду рада, потому что, ну, да, я с удовольствием, наверное, чем-то другим занялась. Человек говорит, нет, ну, директором я не могу. А значит, тогда ты пойди и попробуй работать менеджером. А когда поработаешь, мы поговорим опять о нем. То человек приходит в институте, он весь креативный, он участвует в докладах, он участвует в конференциях, у него зажигается звезда в лбу, и он приходит на работу. И тут оказывается, что он ничего не знает про эту работу. Он никогда ничего не слышал, потому что, ну, есть элементарные вещи. Надо продать, надо уметь заполнить просто тупо техзадания, там, не знаю, там заполнить договор, знать. Там не у всех есть юрист, который это вычитает и так далее, и так далее. И тогда ему надо с нуля учить практическим вещам, которые вот нужна тут практика. То есть хорошо, что он умеет за собой. Ну, наверное, он от этого умный, наверное, он будет красиво разговаривать. Может быть. Но, будем говорить, нам нужно немножко другое. И вот было бы хорошо донести эту идею, но, ну, не знаю, есть еще колледж, я знаю, у меня регулярно приходит какой-то колледж или лицей, который готовит менеджеров по рекламе. Вот вы знаете, что у нас есть такое черное заведение, вот не прям специализация. Вот, и я тоже недавно узнала, потому что у меня идут регулярно оттуда молодые люди, которые хотят пройтись на сбавку. Было бы хорошо, если бы вот можно было каким-то образом вот на вот эту стычку сделать, и тогда, наверное, все мы были бы с вами заинтересованы. Если бы нас в конце там обработал с помощью, теперь имея там учебный какой-то центр, наверное, он лучше меня в этом понимает, я, может быть, психолог там какой-то. И потому что очень много, и часто надо людям рассказать, у меня в группах были там женщины, которая там просидела в декретном отпуске, а до этого она была фотомоделью, и вот она пришла учиться и сказала, да, вот я хочу быть рекламистом, так это вот красиво звучит. Ну, я вам хочу сказать, из нее вышла не просто рекламист, она возглавила рекламное агентство «Прота». Одно время оно было достаточно известно. После этого она открыла сейчас свою кетеринговую компанию, работает в ней, она долго занималась вообще рекламой, и я была, честно скажу, испытывала чувство гордости, потому что, ну, совершенно вот из нуля вышло, бывает и так. Если теперь придут люди, которые это профессионально помогут и обработают, я думаю, что, ну, ни один из сидящих здесь, и ни один из тех, кто здесь не сидит, но об этом узнал, не откажется участвовать в такой программе. И те же директора рекламных агентств, потому что я являюсь членом ассоциации рекламных агентств, и у нас очень часто на ассоциации поднимается вопрос, ну, некому работать, ну, некому. Да, ну, там произошли некие сокращения, и у нас было трудно, потому что, даже не потому что кризис, потому что у нас порезали конструкции, там пришлось, но мы увольняли низшее звено. То есть, монтажники, водители, художники, к сожалению. Менеджеров – это вообще святой план, это вот как та корова на дороге, и у них все объедут, мы на них молимся. Но, вот, к сожалению, вот у меня работают люди по 10 лет, или даже есть и по 20 лет работают, у меня менеджер работает 20 лет. Ну, я понимаю, что просто ему надо медаль повесить на грудь, что я делаю регулярно в день рождения фирмы. Но, нужно еще людей, нужна свежая какая-то... Вот, если у вас есть по этому поводу идеи, есть понимание вот моего, как бы, беспокойства, ну, я была бы рада, если бы вы меня поддержали, может быть, предложили свою идею. Может быть, что-то мы делаем не так, и может быть, как-то эта идея станет в любом виде вернуться к нам. Спасибо. Вы можете даже...